Добрый день! Типичные фразы для того, чтобы познакомиться, назвать себя или своих спутников. В болгарском языке есть несколько фраз, с помощью которых можно поздороваться или попрощаться. Сейчас я вам их покажу. Итак, читаем. Доброе утро. Добрый день. Здравей или здравейте. Это здравствуй или здравствуйте. Понимаете, это обращение на ты и обращение на вы. Добрый вечер. Это добрый вечер. Привет или много поздрави. Это привет. Доброе душил. Может быть также доброе дошла или доброе дошли. Это с приездом. Добро пожаловать. Понимаете, доброе душил – это мужской род. Доброе дошла – это для женского рода. И доброе дошли – это множественное число. Как пыту вахте, как доехали. Приятно ми, э, да, видя. Дави или те, видя, да. Приятно вас или тебя видеть. Смотрим дальше. Как си или как с те. Это как поживаешь или как поживаете. Да, также на ты и на вы обращение. И здесь мы имеем ответ. Благодаря, доброе. Спасибо, хорошо. Какво ново или какво ставо переводится как что нового или как дела. Довижданное – это до свидания. До скоро – это до встречи. Всичко хубово или можно сказать так же най хубово или най дубро. Всего хорошего или всего наилучшего, всего самого хорошего, да. Лэка нождь – спокойной ночи. До утра – это до завтра. Приятно пыту ванэ, добр пыт, або лэк пыт. Так говорят, когда хотят сказать счастливого пути. Много здравы – это до свидания, будьте здоровы. Теперь скажу несколько слов об обращениях в болгарском языке. Болгары не используют отчества, поэтому при знакомстве их следует отпускать. Среди друзей и близких знакомых принято называть друг друга по именам, а при официальном знакомстве обращаются с помощью общей формы обращения, которые додают к фамилии. К мужчинам обращается к господин, а к женщинам – госпожа. Например, господин Атанасо, да, фамилия, и госпожа Павлова. То есть обращение плюс фамилия. Это при официальном знакомстве. У всех других случаев просто по имени. Итак, смотрим дальше. У нас есть… Выучим фразы, с помощью которых можно познакомиться. Да? Читаем. Позволайте, да се запознает с вас. Позвольте с вами познакомиться. Каз вам се? Меня зовут. После «каз вам се» говорим просто свое имя, да? А ви, как се казвате? Или просто «как се казвате?» Означает «как вас зовут?» Това е моя та жена. Это моя жена. Това е моя мыжь. Это мой муж. Запознайте се моля. Познакомьтесь, пожалуйста. И дальше можно говорить несколько вариантов, да? Кого мы хотим познакомить. Сы с супругатами, с моей супругой, с дештерями, с моей дочкой, с сынами, с моим сыном, с межами, с моим мужем. Дальше. Позволайте, да ви, представя. Позвольте вам представить. И также несколько вариантов. Например. Моя приятел или приятелка. То есть, моего приятеля или мою приятельницу. Моя добр познат, познат, хорошего знакомого. Исках дави запознае, с межа си, или с сыпругата си, или с жена си. Хочу вас познакомить со своим мужем, супругой или женой. Сыпругата, может быть, также дештеря, или с сынит. Ми си казва. И говорим имя, да? Мою супругу, моего сына, дочь зовут так-то. Приятно ми етда, с запознае с вас, или с тебе. Приятно с вами или с тобой познакомиться. Идем дальше. Откеде сте? Или откеде си? Откуда вы, или откуда ты? От коя страна, или град, сте, или, соответственно, си? С какой вы, или ты страны, или, может быть, города, да? А с пристигнах от. Это ответ. А с пристигнах от. И говорим назву города или страны. Я приехал, или приехала с. А сым от. Я с такого-то города или страны. А с пристигнах я приехала, например, есть несколько вариантов, можем сказать так. А с пристигнах на гости прямой познати. Я приехала в гости к знакомым. А с пристигнах как ту турист. Я приехала как турист. А с пристигнах на летен семинар. Я приехала на летний семинар. А с пристигнах. А с пристигнах. А с пристигнах да след вам. Означает я приехала учиться, да? Или можно просто сказать а сым турист. Это означает я турист, да? Идем дальше. Можно также сказать а сым в командировка. Я в командировке. Также, смотрите, можно сказать, сколько раз мы уже были или не были в Болгарии к этому времени, да? Говорим так. За первый быт сын в Болгарии. Это значит я впервые в Болгарии. Если мы уже были в Болгарии раньше, говорим так. Был или бела, то есть мужской род и женский род. Был сын в Болгарии или бела сын в Болгарии. Это означает я уже был или была в Болгарии раньше, да? Как и в степу народность. Или как вас степу народность. Также мужской род и женский род. Означает кто вы по национальности. И можно ответить, да? Вспоминаем наш второй урок. Там мы изучали национальности, да? А сым руснак или рускиня. То есть россиянин или россиянка, да? А сым украинец или украинка. Я украинец или украинка. А сым поляк или полякиня. Поляк или полька. А сым чех или чехкиня. Чех или чешка, да? А сым словак или словачка. Я словак или словачка. А сым румынец или румынка. Это значит я румунец или румынка. А сым грек или греккиня. Значит я грек или гречанка. А сым еврейн или еврейка. Я еврей или еврейка. Да? Теперь научимся как правильно говорить о работе или учёбе. Итак, как спросить. Вы работаете ли? Вы работаете? Вы следватели в университете? Учители все в школу? Да? То есть в болгарской мове говорят следватели. Это про высшее образование, про университет. Да? В школе учатся. Да? Учители все в школу, но следватели в университете. Да? Перевод такой. Вы учитесь в университете или вы учитесь в школе? А с работе или а следвам? Да? Это ответ. Я работаю или я учусь. Где работаете? Или где следвате? Где работаете или где учитесь? Ответ. Студентцем. Например, я студента. Следвам университета или институт. Учусь в университете или институте. Можно также сказать о своей работе. Говорим так. А с работе. То есть я работаю. И ваш вариант. Завода. Это на заводе. В университете. В университете. Сфера. Это на обслуживание. В сфере услуг. В сельском доступе. В сельском хозяйстве. Можно также спросить. Кем вы работаете? Говорим так. Ви какво работите? Можно также спросить. О профессии. Какых или как вас те по профессии? То есть кто вы по профессии? Думаю, здесь понятно. Смотрим дальше. Можно ответить таким образом. А сэм. И ставим свою профессию. Кем мы работаем? А сэм. Учител или учителка. То есть учитель или учительница. А сэм. Инженер или инженерка. Инженер. А сэм. Чиновник или чиновничка. Это служащий на русском. А сэм. Преподавател или преподавателка. То есть я преподаватель или преподавательница. А сэм. Лекарь или лекарка. То есть я доктор. А сэм. Музикант или музыкантка. Я музыкант. А сэм. Актер или актриса. То есть я актер или актриса. А сэм. Артист или артистка. Означает я артист или артистка. Еще несколько профессий. Смотрите. Всегда у нас в болгарском языке есть женский соответник. Журналист и журналист. Означает я журналист или журналистка. А сэм научен работник. Научный сотрудник. А сэм филолог и филологка. То есть я филолог. Смотрите на ударение. В болгарском языке всегда ударение падает на конец. При профессиях. Когда есть лог в конце. Филолог. Археолог. Геолог. Биолог. И все в этом роде. Сейчас будем еще раз читать это все. То есть можно сказать так же. А сэм филолог или филолог, то есть я филолог. А сэм историк или историчка. А сэм археолог. А сэм археолог или археолог, означает я археолог. А сэм языковед или языковедка, означает я языковед. А сэм. А сэм математик или математичка, означает я математик. А сэм физик или физичка, я физик. А сэм химик или химичка, означает я химик. Ас-сым биолог или биоложка означает я биолог. Ас-сым геолог или геоложка означает я геолог. Так, смотрим дальше. Можно также сказать Ас-сым географ или географка означает я географ. Ас-сым экономист или экономистка. Я экономист, юрист, юристка, это также переводится юрист, политолог, политолог, это политолог. Итак, как же спросить собеседника, нравится ли ему его работа? Спрашиваем так. Харесваты ли работата си? Внимание на ударение. Работата, да? Ас-не работя, но работа. Означает это. Вам нравится ваша работа? Ответ. Да, ас-харесвам работата си. Да, мне нравится моя работа. Или можно сказать Ас-не работя. Я не работаю. Ас-сым пенсионер или пенсионерка. Я пенсионер или пенсионерка. Ас-сым домакиня означает я домохозяйка. Итак, ну что же, наш пятый урок подошел к концу. Надеюсь, сегодня мы с вами успешно выучили типичные фразы для того, чтобы познакомиться и научились называть себя и своих спутников. В следующем уроке мы будем изучать числительные имена, а также узнаем, как спросить, который час и как называется часть дня на болгарском. До свидания, до свидания, до новых встреч.